Беседа в педагогическом университете началась с экскурса в историю Конституции России. Вспомнили о принципах федерализма РФ и о статусе ее субъектов. Всего их 85, однако лишь 22 из них обладают своей Конституцией. Такие субъекты называются республиками. Они принимают собственные конституции и имеют право устанавливать свои государственные языки, а также имеют столицы. Так, главный закон Республики Мордовия был принят 21 сентября 1995 года. Новые факты студенты для себя открывали в формате дружеского диалога. Мы все с вами знаем о Конституции Российской Федерации, но мало кто даже из живущих на территории Республики Мордовия знает о том, что и в нашей республике, как в составной части России, существует свой основной закон. Наш закон, по которому мы живем. Вот сегодня мы об этом поговорим, когда она была принята, как она развивалась и какие основные положения она в себе содержит. В беседе приняли участие студенты факультета истории и права. Они на отлично знают важность и значимость основного закона государства. Однако некоторые факты о главном документе Республики для них стали новыми. Будущие историки узнали, зачем ей нужна своя Конституция, что содержится в ее преамбуле и как она соотносится с Конституцией Российской Федерации. Эти знания полезны не только для общего развития студентов. Как будущие педагоги, они должны уметь донести до учеников важность основного документа Республики. Нам действительно важно знать его положение, знать его основные идеи. Поэтому я считаю, что сегодняшнее мероприятие как нельзя кстати. И оно очень важно как для подрастающих поколений, так и для будущих педагогов в нашем лице. Поэтому я очень рада, что у меня была счастья сегодня находиться здесь. Это основополагающий документ нашей Республики. Я считаю, что каждый человек, проживающий на территории Республики Мордовия, должен знать, понимать, обдумывать его. Образовательные акции в этот день прошли не только в МГПУ. Для старшеклассников 39-й школы организовали экскурсию в Государственные собрания Мордовии. Им рассказали о деятельности и функциях парламента Республики. Поведали об основах Конституции Мордовии и не только. Есть еще очень важная дата, с которой бы я и хотел начать наш с вами разговор. Это праздник зарождения российской государственности. Он отмечается также 21 сентября. Начали отмечать его в современной России еще в 2012 году. И россияне отмечали 1150-летие зарождения российской государственности. В этом году мы отмечаем 1160-летие зарождения российской государственности. На протяжении многовековой истории мордовские и русские народы мирно соседствуют на одной земле. Мы часть России, но вместе с тем мы самобытны. Сохранить эту самобытность помогает в том числе Конституция Республики Мордовия. Ирина Радайкина, Сергей Соколов. Народные новости.